МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Смоленске раскрыт угон автомобиля по горячим следам. А сейчас об этих и других событиях подробнее. С сегодняшнего дня у нас в городе начались крещенские праздничные молебны. В ночь с 18 на 19 января на источнике в честь иконы слезы Казанской Божьей Матери будет совершен обряд освящения воды, а все желающие могут окунуться в купели. Эта процедура требует особой подготовки. Людям с медицинскими противопоказаниями не следует этого делать. Напомним, вся вода 19 января становится целебной. Поэтому совершить обряд омовения можно и дома. В Смоленске на улице Зои Космедемьянской появится храм Блаженной Матроны Московской. Сейчас он располагается в маленьком вагончике. В крещенский сочельник и в сам праздник Богоявления в новом храме будет совершен чин великого освящения вод. И с этого дня каждое воскресенье в этом храме будет проходить Акофис Святой Блаженной Матроне Московской. В минувшую пятницу в офисе управляющей компании Десногорска состоялось заседание круглого стола, на котором обсудили проект договора по управлению многоквартирными домами. В декабре прошлого года сотрудники управляющей организации комбинат коммунальных предприятий предложили десногорцам изменить проект договора управления многоквартирными домами. Целый месяц все желающие могли вносить свои поправки. Всего поступило 30 предложений и замечаний. 15 декабря представители общественности города и специалисты МУП ККП собрались за круглым столом, чтобы обсудить каждое поступившее предложение и разработать проект макет договора. Наш коллектив МУП ККП решил работать по-новому. В данном случае работа, которая состоялась в форме круглого стола, на котором мы рассмотрели вопросы договора управления многоквартирным домом, так называемый народный договор. Мы обсудили те вопросы, наболевшие для жителей, определили точки приоритеты. Сейчас в стадии у нас переработки с дополнениями. И я думаю, что через месяц мы уже непосредственно приступим к заключению тех договоров, которые будут устраивать все стороны, как и населения, так и непосредственно управляющих компаний. Коллектив организации учел все поступившие замечания. Директор управляющей организации сам лично ответил на вопросы. Участники совещания признали, что диалог состоялся, и он был конструктивным и продуктивным. Мне понравилась форма проведения, то, что это было демократично, это было предметно. И администрация МУП ККП и города услышала мнение жильцов, которые высказывались, и вполне практично и реально предложили методы решения этих вопросов. Решили договор заключить всего на год для того, чтобы его доработать. Ознакомиться с окончательно рабочим проектом договора можно на официальном сайте МУП ККП. Дальнобойщикам запрещен въезд в город Смоленск. Администрация города распорядилась закрыть свободные въезды передвижения по Смоленску всем большегрузам. Габаритные машины создают заторы на дорогах в сильные снегопады, что приводит к авариям. Когда погодные условия в городе придут в норму, администрация снимет ограничения на въезд большегрузных машин. По итогам работы за 2015 год лучшим сотрудникам полиции Десногорска вручены награды. В течение 2015 года сотрудниками ОМВД России по городу Десногорску достигнуты определенные успехи в оперативно-служебной деятельности. Сотрудниками уголовного розыска выявлено 109 преступлений, все лица по которым установлены и привлечены к уголовной ответственности. Наибольший вклад в раскрытие этих преступлений внесли майор полиции Алишев и старший лейтенант полиции Сергеенков. Службой участковых уполномоченных полиции в 2015 году выявлено 89 преступлений. Отличились майор полиции Фролков и капитан полиции Вегеров. Ими выявлено более 400 административных правонарушений. В прошлом году подразделениями охраны общественного порядка проведено более 70 городских массовых мероприятий. Активное участие в охране правопорядка принимали представители народной и казачьей дружин. В течение 2015 года совместно с ними было выявлено 1718 административных правонарушений и одно преступление. В 2015 году в служебной командировке на территории Северо-Кавказского региона находился старшина полиции Гребеношко. За период командировки он показал себя профессионально грамотным, добросовестным и ответственным сотрудником. Его успехи также отмечены ценным подарком. Гордость окрыляет материнскую душу, что эту задачу и многие другие необходимые задачи мы выполняем совместно с таким достойным коллективом, как полиция. Поздравляем награжденных и всех сотрудников полиции с успешным завершением календарного года. Особо хочется отметить, что в прошлом году личным составом ОМВД не допущено нарушений служебной дисциплины и законности. Смоленские полицейские раскрыли дело об угоне автомобиля раньше, чем хозяин обнаружил пропажу. Подробности в нашем следующем сюжете. При патрулировании улицы Николаева внимание сотрудников вне ведомственной охраны привлек отечественный автомобиль, который двигался по дороге с выключенными фарами. Водитель подозрительного автомобиля попытался скрыться. Полицейский экипаж остановил машину. Водитель и два пассажира старались убежать через дворы. Один из них был задержан. 17-летний житель Смоленска рассказал, что он с двумя приятелями обратил внимание на автомобиль, припаркованный во дворе на улице Нахимова. Они вскрыли замок, угнали машину и планировали продать её на запчасти. Вскоре были задержаны и двое соучастников угона. Действия сотрудников полиции оцениваю высоко. Мою раритетную машину с 1972 года выпуска, которая используется для хозяйственных нужд, была в полном здравии возвращена владельцу. Отделом номер один следственного управления УМВД по Смоленску возбуждено уголовное дело по составу преступления кража. О криминальной обстановке за минувшую неделю в Десногорске и новых штрафах для автомобилистов нам расскажет капитан полиции Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 81 сообщение о преступлениях и происшествиях. Зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий. Выявлено 159 административных правонарушений, в том числе 133 нарушения правил дорожного движения. За совершение мелкого хулиганства к ответственности привлечены 2 человека. За распитие спиртных напитков в общественных местах, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах, к административной ответственности привлечены 5 человек. Уважаемые жители города Десногорска, с 1 января 2016 года, в соответствии с федеральным законом 437 2014 года, вступили в силу изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части совершенствования взыскания штрафа за административные правонарушения в области дорожного движения, согласно которых гражданам предоставляется возможность в течение 20 дней с момента вынесения постановления о наложении административного штрафа уплачивать только половину от суммы наложенного административного штрафа. В случае, если исполнение постановления о назначении административного штрафа было отсрочено судьей, органом или должностным лицом, вынесшим постановление, административный штраф уплачивается в полном размере. Кроме того, под действие поправок не подпадают минимальные штрафы размером от 500 рублей. Сведения об административных штрафах можно получить на официальном сайте госавтоинспекции и на сайте Федеральной службы судебных приставов России электронного сервиса Банк данных исполнительных производств, предоставляющего информацию о наличии задолженности по уплате административных штрафов и способах ее погашения. 16 января в деревне Якимовичи в Кювет съехал автомобиль «ДАВ». Сотрудники пожарно-спасательной части номер 15 нашего города вернули автомобиль на дорогу. Из-за снегопадов и гололедицы возникает опасность потери управления автомобилем, съезда в Кювет, заноса и даже опрокидывания. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, «Если вы стали участником или свидетелем трагедии, звоните на единый номер вызова экстренных служб 112. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов». И еще одно происшествие. 15 января на трассе Десногорск-Якимовичи 25-летняя девушка не справилась с управлением автомашиной «Шевроле» и врезалась в опору ЛЭП. На место происшествия выезжала автоцистерна пожарно-спасательной части номер 15. В результате ДТП водитель получила сильные ушибы. Команда из Десногорска стала финалистом конкурса «Атом-ТВ». В Пензенской области состоялся заочный этап фестиваля конкурса «Атом-ТВ» для обучающихся из городов участников проекта «Школа Росатома». В фестивале принимали участие 44 команды из 14 городов расположения госкорпорации «Росатом». Уже прошли два этапа, по итогам которых 10 команд из 8 городов прошли в финал. Среди них команда из Дома детского творчества города Десногорска – Татьяна Сидельникова и Мария Шуткова, руководитель педагог дополнительного образования Нестерва Елена Владимировна. Финал фестиваля конкурса «Атом-ТВ» пройдет в городе Заречном с 20 по 22 января этого года. А сейчас новости спорта. Как проводят свой уикенд любители активного отдыха у нас в Десногорске, вы узнаете в нашем следующем сюжете. В городе действуют два катка. Один оборудован на стадионе предприятия «Атом-Транса», второй в четвертом микрорайоне. Оба объекта всегда переполнены любителями покататься на коньках. «Атом-Трансовский каток» организован по всем правилам и требованиям. Есть теплая раздевалка, где можно переодеть коньки и погреться, если сильно замерз. Оборудованы скамейки для отдыха. Украшает каток нарядная елка. Весь день играет музыка, есть туалет. Для любителей катания с ледяной горы установлены две большие горки, на которых катаются не только детвора, но и взрослые. Расчищены беговые дорожки. Очень хорошо это для детей. Толкает их к спортивному образу, здоровому образу жизни. Родители стимулируют вести здоровый образ жизни и подавать в хороший пример родителям. В Смоленске с 15 января при Дворце спорта «Юбилейный» начал работать прокат лыж. Желающим, чтобы покататься на лыжах по Риадовскому парку, не обязательно вести инвентарь с собой. В Десногорске продолжаются футбольные баталии. Как ранее мы сообщали, чемпионат города по мини-футболу стартовал в декабре прошлого года. Игры проходили все новогодние праздники. И вчера любители футбола собрались в очередной раз. Сегодня в физкультурно-оздоровительном комплексе Десна продолжились игры чемпионата города по мини-футболу. Побороться за звание лучшей прибыло 12 команд из городов Рослав и Десногорск. Поболеть за любимые команды приходят десногорцы разного возраста. Сражения на футбольном поле разворачивались порой нешуточные. Но в этих соревнованиях не главная победа и признание лучшей команды, а любовь к игре и поддержание здорового образа жизни. Это уже четвертая игра. Игры дают много эмоций, хорошее настроение. И спорт – это всегда здоровье. Поэтому играем. Футбольные баталии продлятся до конца февраля. А в областном центре состоялся так называемый «зимний кубок» по футболу среди детских команд. Шесть коллективов встретились на новейшей площадке физакадемии. Футболисты 2003-2004 годов рождения из Смоленска, Москвы и Калуги выявляли сильнейшего. В честь Смоленска защищали две команды из детской спортивной школы номер 5. Одна из них стала победительницей турнира. Это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала одесна-тв.ру. Также мы ждём ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова